всем привет даже дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семена чемоданных с вами я славян я сегодня вас приглашаю в новый выпуск и мы сегодня отправимся с вами в новый город он вроде как красивый насколько я это понял портовый там есть что посмотреть и точно будет интересно ставьте лайки пишите свои комментарии и погнали в новый видеоролик и самое главное если вы еще не подписались наш канал то обязательно подписывайтесь go мы сегодня ночевали в таком прекрасном месте здесь беседочки этот город называется кумалка или куму джам как правильно точно не знаю живем мы в машине наш бусик volkswagen multivan но это для тех кто впервые попал наш канал какая красотень начала ноября мы до сих пор вот так вот утром просыпаемся шрепки одеваем наслаждаемся теплом невероятно как же вы об этом мечтали мечты сбываются у нас сегодня был прекраснейший рассвет в двух шагах у нас море куму луке я так понял пляжей нету начнение есть но они так себе поэтому мы вчера не купались а вот финики уже совершенно другая история поэтому возможно там искупнемся но сначала нужно позавтракать и собраться на завтрак сегодня будем готовить рисовую кашу и бутерброды пока готовится завтрак я буду убирать всю постель вот сюда в бокс машина почти готова осталось только сидушки поставить и отсюда все переставить багажник ну и собственно позавтракать делать два дела параллельно это конечно ускоряет путешествие рисовая кашка готова осталось только все это дело разложить по тарелочкам и кушать здесь уже кофеек почти готов максимально комфортно когда еще здесь есть раны можно посуду мыть не у себя там возле машины а вот так вот ну красота ведь вот бы у нас на нашем берегу было бы так были бы такие условия бесплатные беседочки для пикника крантики водичка где-то питьевая даже течет все в бесплатном доступе в прошлом видеоролике когда мы сюда приехали я показывал что здесь очень много ослов и утром перед отъездом мы идем их покормить сейчас ребята бегали их уже кормили травой просто ушли оттуда и осел так закричал он так видимо расстроился что ребята ушли что мы вот взяли с морковку в машине не идем их кормить снова не знаю чья это ферма но выглядит достаточно прикольно здесь ослы вон там лошади вот они красавчики такой осел у шрека мирошка смотри 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 ого хрустит потерял нас потерял молодец все мы полностью собрались и выезжаем дальше едем в город финики на пути есть два дела первое за их строительный магазин а второе это помыть машину вот он огромный строительный магазин тут всякие вон кресло есть палаточки детские даже стульчики есть вот такие столы пойдем сейчас за биотуалет узнаем кстати есть даже барбекюшница маленькая такая прикольная в этом магазине кстати газ туристический стоит 64 99 и даже подешевле чем в декатлоне магазин конечно прикольный но то что нам нужно здесь к сожалению нету поэтому едем дальше так ну коль такая пьянка пошла как грис ничего нет поэтому хотя бы заедем машину помоем так здесь стоит пена 5 лир и вода 5 лир мойка принимает только монеты поэтому я пошел на менял сейчас буду мыть теперь берем щёточку и намываем ну совершенно другое дело я надеюсь я сбил всех пауков которые плели паутину ну вроде вымыл нормально ну вот собственно машину помыл на 20 лир очень дешево ну все теперь точно выезжаем финики очень надеюсь что городок нам понравится ехать нам до финики всего лишь одиннадцать километров одиннадцать минут будем ехать вот так вот исключительно вдоль моря с видом на горы ухты слева посмотрите какая стоянка стоят дома можно смело подъехать беседочки слышите как здорово мы про нее не знали очень круто люди живут у них вид на море но единственное что нет пляжа видите булыжники навалены его когда здесь море аж тормит неплохо приходит дороге ну вот пожалуйста еще место вот так вдоль моря стоят прицепы дома ну неплохо а вот уже непосредственно и начинается финики вот пожалуйста стела финики да это кстати столица апельсинов здесь видите если как она камлуджа или камлука это помидоры то это именно апельсины так ну вот собственно мы заехали финики не сразу всякие магазинчики так я сразу знаете по привычке бросаю взгляд на турцел потому что интернет здесь вода поэтому нам это всегда очень-очень необходимо вот он здесь пожалуйста прямо на въезде есть зератбанк есть денисбанк вот пожалуйста слева вот такая центральная получается улица посмотрите сколько здесь яхт невероятное количество я конечно слышал что финики это просто столица яхт даже в анталии нет такого огромного порта поэтому мы обязательно здесь прогуляемся все посмотрим к тому же здесь огромное количество детских площадок остановились на светофоре посмотреть как прикольно на скале нарисовал нарисовали огромный огромный флаг турции посмотреть как отсюда красиво смотрятся эти домики и порт а мы сейчас занимаемся тем то что ищем место стоянки одно было клевое но отмечено но там почему-то сейчас реконструкция и кемпинга вообще нету атаки был даже со стиральной машиной здесь вот есть такая парковка дальше есть вот этот ресторан за ним очень крутая детская площадка мы его так встали как будто бы знаете прям это место ждало именно нас здесь же можно кормить животных вон у них даже корм здесь есть блин мирошка будет правда наверно лезть набережная мусорка виде бутылки напоминание о том что что сюда нужно скидывать именно пластик ну и собственно пляж и даже есть волейбольная площадка а пляж пустой беги разбегайся купайся вот она финики мы получается прямо на въезде тире на выезде вот тут вот табличка висит финики красота есть еще дальше парковка я не знаю может быть мы конечно чуть проедем сейчас подальше а может быть лучше просто до нее дойти посмотреть потому что мне кажется сейчас вот этот вариант он самый такой лучший мирошка у нас уснул на руках у нас стенки осталось а мы с мальчишками идем подальше на ту парковку посмотрим как там вот возможно переедем но в целом это место достаточно неплохое учитывая что мы стоим прямо на пляже красота да парни купаться надо идти здесь еще и не нашел душ что потом ополоснуться есть такая пустая территория и вот здесь например нельзя размещаться прям висит знак что кемперы и палатки стоянка запрещена есть еще кафешечка есть вот пляжечка конечно не такие пляжи как в отелях да там все ухоженные просто лежачки стоят и все даже навесы голые так да вон огромная ага смотри бежит огромнейший ящерицы здесь слушайте сантиметров двадцать наверно так а вот мы дошли до парковки вы здесь пожалуйста стоит автодом такое прям козырное у него местечко да есть еще прицепы стоят кстати здесь еще на самом деле вот есть вода вот шланг с водой отходите парни что кстати тоже является преимуществом где а и жены их много здесь парни много да они да в скалы камни туда прячется единственно что здесь нету электричество а вот здесь чуть подальше есть уже такая парковочка есть даже как я понимаю вода и типа душевая кабина что ли я пойдем посмотрим пойдемте парни здесь тоже есть кафешечка какая-то конечно идеально если было бы где-нибудь электричество то тогда было бы вообще просто великолепно но походу увы нет это просто шланг да и вообще здесь кстати очень очень грязно и мусорно поэтому конечно вставать здесь явно не вариант вообще здесь даже есть знак что на автодомах и с палатками здесь стоять запрещено вот но в целом вот туалет есть я думаю что здесь даже есть электричество это заброшенная вся история если честно поэтому собственно здесь таки мусорно потому что никого нет ничего нет алис бич парк видимо все сезон они здесь открутили и заборы положили прям возле нас есть такой вот ресторанчик с видом на море мы сейчас пойдем на детскую площадку здесь же прям сразу есть детская очень клевая большая огромная детская площадка мы пока поработаем со стенкой а детки пока поиграют вот я вам сейчас сразу покажу смотрите вот он ресторанчик здесь же есть туалеты есть вода собственно что очень здорово скорее всего у них даже есть и вай-фай есть шланги вы короче здесь можно потусоваться и вот она детская площадка ну прям максимально на самом деле классная красивая вот клоун держит качели например типа какой-то как он фокусник да это песочница есть теневая зона что тоже здорово вот еще качельки мирошку можно посадить но очень здоровская конечно вот рыба большая собака держит кость площадка скалодромчики всякие карета но даже есть с лошадями и для родителей вот такая вот беседкой тоже 2 сюда щасаду буду здесь работать работа работой обед по расписанию все уже проголодались да сынуль вообще на самом деле работать с таким видом это особое удовольствие потому что становишься гораздо продуктивнее пойдемте остенка и виды посмотреть 5 100 это вот на горах люди живут супер как мы хотели зашли в это кафе правда наверное нет смысла вам показывать цены потому что здесь все на турецком но цены очень клевый вот прям паста с какими-то пармезаном стерияки стоит 100 лир нам хочу заказали потому что покажем посмотреть какую красоту нам принесли здесь очень готовят вкусно рис так тут грибочки курица салатик у детей паста вообще крутое это какой у нас сегодня на обеде вид прям на пляж средиземного моря вас вышло у нас здесь все на 195 лир два полноценных таких мощных обеда что даже за детьми пришлось и дать от конечно очень круто это на минуточку ресторан на набережной с видом на море но после обеда мы решили сейчас прогуляться по пеники м погуляем походим мирошку шелс коляску посадим хотим найти до магазина купить мороженку на десертик здесь две палатки мужики продают овощи фрукты мы идем и он просто так пацанам дает апельсины вот какое отношение вот понимаете вот чувствуете разницу вообще как здесь любят детей я даже словами передать не смогу это нужно обязательно приехать и пожить здесь и вы поймете про что мы говорим про что мы говорим уже не первый раз здесь в море впадает река и но судя по волнам сюда походу в реку впадает море видите прям в ту сторону бьет посмотрите как здесь красиво финики словно находится в ущелье но на самом деле это не учили этот просто с одной стороны горы а справа справа просто пусто здоровски а вообще здоровски очень город хочется углубиться вон туда хочется углубиться и подняться он туда в горы где живут люди да сыночка эта река запищал правда какая-то она странная так мы проходим очень интересное заведение здесь продают и десерты наша любимая кунефа вот например она прям здесь видите на картинке наверное тоже обязательно сходим по пьем здесь чай а справа вот выглядит вот так вот старинные есть их можно назвать ну старые до постройки турецких домов огромнейшие флаги коля очень атмосферно я вообще не понимаю почему все так цепляются за анталию за бетонные вот эти районы типа махмутлара когда можно жить и вот в таких классных городах где действительно ты чувствуешь местных чувствуешь что-то колорит и совершенно другие цены здесь по-настоящему кайфово турции такие же пешеходные переходы как у нас но здесь никогда не пропускают здесь они словно для того что просто обозначить место где нужно переходить на тебя никогда не пропустят если ты водитель то тоже никогда нельзя пропускать иначе тебе сразу начнут сигналить вот это бу-бу-бу начнется давайте так все хотят срочно пить срочно мороженое поэтому идем просто маркет есть часть про ттшка я уже видел указатель хочу посмотреть где она находится вдруг нам еще раз понадобится вывести деньги мороженое купили номерошка теперь отправляемся гулять порт смотреть на роскошные яхты и самое главное на их количество я хочу напомнить что даже в анталии нет столько яхт сколько здесь а еще нам в одной сети писали наши подписчики что у них здесь тоже стоит яхта они должны в конце октября сюда приехать я конечно спросил я забыл кто это правда спросил возможно у нас получится если они откликнутся посмотреть как они живут на яхте то есть просто яхта припаркованная и они как типа как в доме да только на воде здесь протекает вторая река так прикольно смотрите набережные реки с такими балкончиками на балкончиках рыбаки а вот она почта вот она фотоэкспресс она это по сути такой вот прям как центр центр его на начинается порт посмотрите какая красота как здесь стоят домики не знаю на что это позже но очень красиво а знаете на чё типа грузу что ли в крыму тоже также близко горы такие же красивые цветные домики только там по моему это из эринга все сделали а здесь нет здесь просто дома и собственно порт кафешечка да и закончились закончились ступеньки тенисно очень высокий но собственно смотрите заведение на сегодня поле пожалуйста где можно поесть рыбку вот цены на три с половиной умножаете это прям в порту представляете мы попали в порт вот это яхта да слушайте это бомба конечно ну конечно и каких-то очень-очень и масштабных людей яхты стоят самые первые красотища я конечно кайфую от того какие виды у людей которые живут вот-вот-вот на горе со своими балконами с панорамным остеклением pura vita а может быть у наших зрителей примерно такая яхта вот смотрите яхта пожалуйста на ней еще надувная моторная лодка причем такая серьезная лодка вот еще а здесь вообще все под красное дерево вау это вообще зеленая смотрите какая необычная красота и с этой стороны всякие кафе чеки и ресторанчики очень атмосферно вот собственно есть кемпинги да для таких как мы а есть вот такие порта для таких как они кстати я тут увидел яхта youtube у нее вот этот выиска youtube сайлинга бесса ну-ка хочу попробовать счастлив на ютубе что за канал интересно с этой стороны кстати начинаются такие столики лавочки пикниковые зоны есть на минуточку кран с водой что достаточно прикольно огромная детская площадка классненькая всякие различные там там всякие различные горки скалодромы качельки так сейчас еще посмотрим что здесь есть жаль что только жаль единственное что вот этих столиков нету нигде розеточки но в целом кстати классно парни идите бегите поиграть посмотрите клевые детские площадки до зиплайн есть идите скалодром вот дети побежали слышно машина про переходи так а здесь кстати вот вообще можно машине заехать вот я думаю а что если нам сюда приехать вот здесь вот встать вон темка погнал красота так вот еще крантик пожалуйста с водой вот пожалуйста туалеты совершенно бесплатный выход здесь я так понимаю это по ходу дела душевая и вот она парковка я кстати тоже видел и думал именно сюда припарковаться но здесь здесь нету пляжа если там мы можем проснуться и покупаться то здесь по другому но зато здесь можно садить кстати к маяку пока все бегали прыгали играли я работал мне следующий просто рабочий день на самом деле в отрывках гуляем в отрывках кушаем и сейчас решили сходить на закат вот сюда вот на маяк по вот этой вот косе посмотрим как это все будет выглядеть оттуда откроется весь вид на вот эти замечательные постройки на финики бели 10 если правильно посчитал дача наигрались напрыгались понятно вот посмотрите мы забрались здесь есть лесенка и типа такой пляж как типа в бассейн вот так типа спускать кстати есть еще душ насыпаны булыжники здесь походу бьет волна нехилая здесь мы идем с коляской конечно максимально неудобно ведь она застревает поэтому нужно только двумя руками но зато здесь какой красивый вид на все эти яхты на горы и на финики мы преодолели достаточно количество пути по этому бездорожью оставляем здесь коляску потому что дальше пройти уже с ней точно не получится здесь произошел обвал видимо в какой-то шторм это все мне напоминает очень сильный меритинку sirius где вот эти тоже булыжники так навалены и вообще когда строится как я понял да когда есть реки и строится порт всегда происходит такое безобразие потому что нарушается естественный формат природы везде где есть порт вот такая вот тема очень много рыбаков рыбачит прям на этих камнях вот люди идут тоже рыбачить кто-то уже уходит маячок красно-белый маячок господи бело-бело-зеленый точнее не белый просто с полосками и вот он как выглядит весь финики правда засвет идет от солнца ну ничего я думаю видно и так нормально там тоже горы высоченные горы там тоже города которые мы уже проезжали и путешествовали там острова а там дальше где-то находится каш в который мы тоже обязательно поедем и попадем да вот он маячок добрались супер а мы получается припаркованные вон там вон вон наша машина стоит вон где-то там вот это нам дальше идти надо обратно будет неплохо так маяк и финикия ну да да еще порт забыл все прекрасное место это прям запишем это место в топ красоты на закате мы переехали на другое место парковки здесь собственно прям море ведь прям так на пляже стоим потому что там прям проходной двор все гуляют по набережной как присал что мы будем готовить расстилаться и все будут ходить смотреть как бы не совсем комфортно а еще здесь из плюсов это то что с нами стоят здесь ребята точнее мы к ним подъехали те которые с нами стали в кемере французы и бабулька и дедулька плюс здесь есть вода в доступе есть вот пожалуйста детская площадка виде корабля ну и собственно большая большая территория да конечно стиле турции бутылки бучки как обычно валяется но в целом все нормально интернет ловит можно стоять короче здесь вот вдоль дороге финики везде висят знаки что палатки и как они господи автодома и парковка запрещена мы днем то видели что стоят а вот к вечеру уже увидели что все уехали поэтому решили перепарковаться мы не смогли пройти мимо того мясного магазина и купили говядину и варим на ужин суп детки играются насенка у французов я готовлю кстати мы уже даже постелились перед по прекрасный вид вот такой вот у нас апартамент завтра проснемся с ну очень крутым видом на море утром пойдем наверно купаться настенка пошла туда вот к французам пообщаться он подошел меня узнал горитова банджур я вам банджур мы очень на ломаном английском пообщались но друг друга понимали они рассказали что здесь очень хорошее место что здесь они стоят уже целых шесть дней я им рассказал что мы стояли там чаралы что это тоже очень крутое место они поприветствовали их наших детей короче кучу всего обсудили и напоследок они сказали что если у вас есть какие-то вопросы то обязательно к нам обращайтесь мы можем вам всегда помочь вот так посмотрите как здорово ночью зажегся финики то есть мы сегодня видите ночуем с видом на этот город ну на этом прекрасное месте возле маяка и входа в порт будем завершать данный видеоролик пишите комментарий как вам финики как в этот городок нам понравился нам понравился он еще даже с момента когда мы немножко про него изучили эту информацию здесь спокойно хорошо очень по-турецки гостеприимно конечно городок располагает здесь пожить возможно когда-нибудь это и сделаем с ним здесь квартирку в какой-то такой средиземноморской гармонии здесь поживем все друзья про лайки не забывайте есть еще не подписались обязательно подпишитесь а если не посмотрели предыдущие видеоролики то обязательно посмотрите пока друзья и и и